Сегодня займусь приготовлением моего любимого тыквенного самогона. Сейчас я тыквы разрежу, вытащу семечки, подготовлю и покажу, что с ними дальше делать. Тыква начищена и порезана. Теперь отправляем ее в котел. Потом все это надо будет залить водой и варить до мягкости, не доводя до кипения. Нам нужно активировать содержащиеся в тыкве крахмалы и превратить их в необходимые для брожения и изготовления алкоголя сахара. Как видите, у меня тыквы не так много, но уже январь месяц заканчивается, запасы всяких огородных вкусностей на исходе. Но это будет достаточно, чтобы получилось вкусно. Вот оно уже начало вариться. Я покажу, как проверить степень готовности и что потом с ней делать. Тыква размягчилась. Пара немножко мешает, но видите, уже можно ее ложкой ковырять. Вот, сейчас надо это все дело протереть через решетку. Она еще горячая довольно-таки. Но я так просто показать хочу. Потому что доделаю я ее уже, когда она будет остывшей. Вот видите, легко снимается кожа, которая нам, в общем-то, совершенно не нужна. Нужно получить вот такое вот однородное пюре. Оп. Но очень горячая еще, поэтому неудобно делать. В общем, как только все протру, она остынет. Я не буду отнимать лишнее время. Показывать их, в общем-то, банальных движений и действий. Я вам покажу уже, когда будет готово. Делены шкурки. Сейчас вот я перетираю мякоть. Видите, получается вот такая потрясающая. Красивая жидкость. Очень похожа на сок манго. Сейчас, когда все перетру, буду дальше показывать. В протертое пюре я добавил отцеженную вот ту воду, в которой изначально варилась тыква. И вот получился вот такой вот очень-очень красивый бульон, наверное, или сок тыквенный. Вот. Теперь надо дать ему остыть до нормальной температуры. Внести дрожжи и сбродить. Продукт перебродил. Теперь нужно хорошенечко отцедить всю мякоть и можно перегонять. В процеженном виде она уже выглядит, конечно, не такая красивая, не такая желтенькая. Ну вот сейчас мы проверим содержание спирта. Так, никак камеры не хватает. Вот, надеюсь, сейчас видно. В общем, получилось 11,5 градусов. То есть, до перегонки вполне достойно. КРИК, РУЧИТУЮЩА ПОЛОДУЮЩА ПОЛОДУЮЩА